Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня отвечаем на ваши вопросы. В одной из предыдущих бесед на портале, которая называлась «Что опаснее дьявола» и была посвящена учению преподобного Паисия Святогорца о мирском духе, буквально так преподобный Паисий и характеризовал мирской дух, что помысел говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больше, чем даже дьявол, это мирской дух. И после той беседы в комментариях было несколько одинаковых вопросов, обращенных ко мне, и мне хотелось бы сегодня, дорогие друзья, кому интересно, предложить ответы на эти вопросы. Суть этих вопросов была следующая. Что же такое мирской дух? Дайте определение и, пожалуйста, с примерами. В прошлой беседе я процитировал вам, дорогие друзья, из мудрых наблюдений преподобного Паисия Святогорца о том, что мирской дух, мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками, мало-помалу овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманывались. И действительно, вот этот мирской дух, мирское представление о духовной жизни, мирское представление о добродетели, о том, какой человек является нравственным, именно чисто мирское и светское представление постепенно проникает в духовную жизнь, представление православных людей о духовной жизни. И более того, и преподобный Паисий даже с болью души вот в этой своей главе говорит, что мирской дух проникает даже в монашество. Давайте, дорогие мои друзья, чтобы я говорил не от себя, дадим слово преподобному Паисию Святогорцу. На 78-79 странице этой главы преподобный Паисий говорит следующее. «Посмотрите на католиков, до чего они дошли. Помню, как много лет назад, когда я был в монастыре Стамион в Коннице, кто-то принёс мне обрывок газеты, где было написано, триста католических монахинь выразили протест сначала в связи с тем, что их не допустили на просмотр художественного фильма в кинотеатре, а потом другой протест, почему их платье не до колен, а до щиколотых. Прочитав это, вспоминает преподобный Паисий, «Я был настолько возмущён, что даже сказал, да в конце концов, зачем же вы становились монахинями?» А в конце заметки было написано, что они сбросили рясы и вернулись в мир. Преподобный Паисий рассказывал это сёстрам монастыря, в честь святого апостола Иоанна Богослова Сурати. Случай этот произошёл в конце 70-х годов. И далее преподобный Паисий говорит, «С таким образом мыслей они, католические монахини, которые выразили таким образом свой протест, вернулись в мир ещё раньше. В другой раз мне довелось увидеть католическую монахиню, которая занималась якобы миссионерской работой». Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, католическая монахиня занимается миссионерской работой. И была, как бы это выразиться, осторожно говорит преподобный Паисий, «ну всё равно, что некоторые зело мирские девицы». Совершенно никакого отличия. «Так не попустим же и мы этому европейскому духу вселиться в нас, чтобы и нам не дойти до такого». Смотрите, с какой болью и с совершенно искренним переживанием вот этот наставник духовной жизни, преподобный Паисий, обращают внимание на вот этот мирской дух, который проник в римокатолицизм и призывают, чтобы и нам не дойти до этого. Вот в комментариях под прошлой беседой некоторые слушатели, вот они как раз и задались вопросом, а приведите примеры мирского духа. Вот смотрите, дорогие друзья, а разве мы не сталкиваемся примерно с тем же самым? Допустим, какой-нибудь известный батюшка-блогер, а сейчас ещё есть и матушки-блогеры, которые достаточно часто выступают, выкладывают свои какие-то фотографии, свои соображения, свои комментарии тех или иных событий. Мы сейчас, дорогие друзья, ни в коем случае не обсуждаем и не пытаемся давать оценку, нужно ли вообще быть блогером, всем ли это полезно на самом деле, все ли могут это делать правильно, без вреда для своей души, и с пользой для своих подписчиков. Это давайте оставим за рамками нашей беседы. Главное – содержание этих всех постов и тех сообщений, которые есть в социальных сетях, которые оставляют православные священники-блогеры, миряне и даже матушки. Вот, например, я вам процитирую. Во время стрессов очень помогают медитативные практики. Они позволяют успокоить ум и создать внутреннюю тишину, найти ответы на многие вопросы. Важно работать над формированием здоровой самооценки, которая не зависит от внешних факторов. Для этого стоит сфокусировать своё внимание на своих достижениях. Согласитесь, дорогие друзья, когда мы это слышим, если вы услышите такой совет из уст светского психолога, то это как бы в рамках светской психологии. Но если такие советы вы услышите из уст, например, священника-блогера, который одновременно психолог, или матушки-блогера, который тоже психолог, то, согласитесь, такой совет, он противоречит и евангельскому учению, божественному откровению и всей вообще аскетической практике. Вот давайте вспомним Евангелие от Луки, 18 главу. Фарисей, став, молился сам себе, «Боже, благодарю Тебя, что и не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодие или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Вот она как раз, здоровая самооценка. Не яркий ли это пример той самой здоровой самооценки, которую предлагает светская психология? Обращать внимание на свои достижения. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего. Но Господь говорит, что фарисей вышел из храма осужденным, а мытарь, который не мог даже поднять глаза на небо, бил себя в грудь и говорил, «Боже, милости, буди мне грешному», вышел оправданным в дом свой, более нежели тот. Вот обращаю ваше внимание, дорогие друзья, уже давно и неоднократно в наших беседах обращал ваше внимание на то, что психология стала своего рода квазирелигией для многих современных людей. Но когда советы из светской психологии произносятся из уст духовного человека, человека, облеченный священным самим, не является ли это проникновением того самого мирского духа, о котором с такой болью говорит преподобный Паисий Святогорец? Говорит, что мирской дух проникает в нашу жизнь постепенно. И как раз он и призывает, не попустим же этому европейскому духу вселиться в нас, чтобы и нам не дойти до такого. Или обратите внимание, когда в какой-нибудь аудитории тот или иной популярный священник-блогер опускается до разговора на молодежном, так сказать, сленге. Конечно, целевой аудитории это нравится, но посмотреть по плодам. Потом, после той или иной лекции, после ответов на вопросы, молодые люди думают, ну если батюшка такой же, как мы, он так же шутит, как мы, так же общается, так же себя ведет, то к чему, собственно, нам стремиться? Если он такой же, как мы, у нас нет стимула менять себя. Его жизнь такая же, как наша. Где же тогда вот эта, именно та соль, о которой сказано в Евангелии, будьте светом мира и солью земли? Об этом говорит Господь наш Иисус Христос. Не есть ли это то самое проникновение мирского духа, примеры которого мы замечаем в нашей жизни? Или вот еще один, дорогие друзья, пример. Для нашей современной околоцерковной интеллигенции этот совет стал уже настолько популярным, как уже некое общее место. Если ты не хочешь читать молитвенное правило перед причащением, то и не читай его. И вот этот совет, ставший уже популярным, выбросите свой молитвослов. Выбросите свой молитвослов. Если не хочешь читать молитвенное правило, то и не читай. Вот как вы думаете, дорогие друзья, этот совет не является ли проявлением как раз мирского духа? Того самого мирского духа, о котором предостерегает нас богомудрый преподобный Паисий Святогорец. И вот как раз в этой же главе он и говорит, мы не имеем права истолковывать заповеди Божии, как нам выгодна. Мы не имеем права изображать и монашескую жизнь, как нам хочется, и вообще в целом духовную жизнь. «Величайшее зло, по-моему, в том, что некоторые считают мирской дух прогрессом. Следовало бы осознать этот дух падением, изблевать его из себя, чтобы духовно очиститься. И тогда сразу придёт дух святый, который освящает, извещает и утверждает наши души». И в конце ещё раз, дорогие мои друзья, зачитаю вам вот этот выстраданный преподобным Паисием, его как бы духовный взгляд на духовную жизнь, которая была уже в его время начиналась, а сейчас она уже семимильными шагами продолжается дальше. «Самое важное сегодня – не приспосабливаться к этому мирскому духу. Такое неприспособленчество уже свидетельство о Христе. Постараемся, насколько возможно, не дать этому потоку увлечь и унести нас по мирскому руслу». Мирское мудрование – это болезнь. Как старается человек не заразиться какой-либо болезнью, так ему надо стараться не заразиться мирским мудрованием. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Наша сегодняшняя беседа отнюдь не была направлена на то, чтобы кого-то осуждать или кого-то с кем-то сравнивать. Ни в коем случае. А просто задуматься. И задуматься над этим стоит. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok